Перед началом просмотра ролика вы можете подписаться на нашу группу вконтакте Мемы, информационные посты, а также мы регулярно делимся аналитикой предстоящих матчей и их результатами Подписывайся на нашу группу аналитика ошибок и будь в курсе самых интересных матчей по доте Ссылочка в описании Всем привет! Сегодня в нашем выпуске Меркл играть он будет на фантомке Приятного вам просмотра! Активная, очень активная игра нас ожидает И Меркл для разнообразия, для хорошего контента, всегда хорошие игры практически Как писали в комментариях, если видят каточку с Мерклом, если видят что на превьюхе Меркл, то игра будет интересной Действительно так, очень ровная игра, очень потная игра Интересный билд, достаточно от Меркла, но и против мипаря, каточки против мипаря всегда очень потные, сложные и интересные Задрот на Миппа играет какой-то, нет у него дота плюсов, но вот я смотрю его профиль, у него 55% побед на Миппа И подряд побед 40 штук Ого! Ого! Серьезная заявочка Серьезная рядная заявочка Найс стрик, 40 побед подряд на Миппа Линия у Фатомки будет против Шалу Демона и Сенкинга Не сказал бы, чтобы какая-то супер жесткая линия Если Сентрике он ДНГ есть, это хорошо Блин, а ведь 40 побед подряд, это же 1000 ПТСов получается Ну, может быть он не в Солранке заиграл Может быть Пати, но тем не менее Если так, да, тут жестко, конечно, 1000 ПТСов так на Стрике поймать У него, кстати, не самый простой мин будет на Миппа в этой игре, против МК стоит Здесь до минуты четвертой, будет прям сложно Потом лес уйдет Ну, Америкал уже под вышечкой потихонечку фармит Решил поиграть, он, видимо, без Аркана Играем с Аркана играть на Фантомке В этот раз у него просто голова Топорик есть, теперь можно ласхидить, удобно достаточно Тут с одни стик и то и то, и с другой стороны очень хорошо Фантомка фондайинг, а тут что до демон эсенкинг Да, я с... просто очень много нюк способностей А Америкал сразу приобретает себе стик и уже два заряда моментально Ой, слушай, а это может быть байт монет? Не хватает рома, плюс стики имеются, хотя Америкал очень сильно дают, слушай Отлично Прикольно разменялись И онлайн, казалось бы, да, который вроде как умер Это неприятно, 200 голды, но он сейчас вернулся фуловой Стики надо грейдить По-любому грейдить, потому что он только их купил и буквально один замес и шесть зарядов Ну, можно просто их нажимать В один момент И выбили хп Ну, допустим, сейчас у него будет уже 7 стиков До 10 до копят и можно будет кликнуть Вот тут падла у нас сюда, кстати, попадет еще одним стаком, прям кусман оторвет Оп! Класс Ну, это еще под хилом мандайинга Если не хил, то было бы еще большое урона Пошел что-то демон выпуливать крипов Неправильно делает Хотя Miracle подвышка очень хорошо фармирует эту пачку Выпуливать очень круто, когда у керрия оппонента нет топорика То есть под товаром он может, не может, может не завал съедить крипов Ну, для Miracle проблем вообще не составит, плюс у него кинжал есть Да, на фронтовке приятней все же Если с руки видишь, что не хватает, вот сейчас как раз такой момент был, кинжалом добиваешь Ну да, все можно контролить Ну, постоянно тоже нажимает кинжальчик, разминая героев Хотя, на самом деле, мне кажется, не стоит Кинжал стоит тратить тогда, когда ондайн наворовал уже силы То есть, чтобы этот кинжал дамажил очень много А потом желательно нападать, пока действует стаке силы У них урона вообще не хватает на фантомку Я вот смотрю, тут единственный вариант, когда можно убить фантомку Это на стакать 5, потом подкопать Ну и то То есть, для фантомки тут очень хорошая линия Но по игре, кстати, ей будет очень неприятно в это играть Потому что, что демон против нее играет То есть, она на тебя просто ульту вешает И что ты с этим сделаешь? Плюс массовый стан Плюс мипа Ну да, сложновато, конечно Ну, что, где мы еще десятиков? Одну тычку отменил Но урона все равно не хватает Ондайн гимнонка Ондайн гимнонка Ондайн гимнонка Ондайн гимнонка Каким пиком был взят мипа? Да, может быть В восьмом-девятом То есть, он видел заранее фантомку При этом он не видел манки хинга Но фантомка, я бы не сказал, что это какой-то лютый контрпик Если мипа делает все правильно И сноуболит так, как необходимо Ты на фантомке можешь просто не включиться в игру Это миракл, он фармит быстро Фармит много Сейчас можно стик кликнуть уже Потому что днем нужно начинать заряжать Проложать новые А у тебя стики все еще лежат Ты бы себе хп ману восстановил И уже бы Четыре стика точно зарядилась Машины Да Нормально нажал ЧП отлетает Несен Дайн гимнонка пойдет дальше Он, скорее всего, бьет Неплохо Мирикл сыграл Блинкнулся на Дайн гимнонка Кинжал Кинул Чтоб Ринжи хватало Да Ну и возвращается на линию Он бы пошел на Шрайн Если бы не было тангусов Так как танго есть Проблем с этой линией пока что не должно быть Он да и кстати тут в любом случае умрет Да Добью Джего Да должны 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 добивать, да Но при этом он развел на половину столба маны У шеду демона Первого с полотери нету шеде Центкинг подкоп нажал плюс песок Описал сейчас Он вышел из него Поэтому он Даник делает все очень круто на этой линии Он реально кайфово стоять с людьми Которые Которые понимают Как играть в доту Он отличного ранга Притом делает все окей Ну вот это самый главный плюс фантомки То что если против вас неприятная линия Ты всегда можешь стоять в стороне и для играми фармить Ну кстати против фантомки тут также Сларк есть Казалось бы Сларк хорошая игра против фантомки Но все зависит от того как вы темп навяжете Если у вас хорошие герои на драке Чтобы принимать агрессию со стороны Сларка То Сларк может и не законтрить эту самую фантомку Он просто будет бегать Упрыгивать и выживать от его паунса Но для Сларку нужно все-таки нафармить еще Сильвер Неплохая игра на самом деле для Сларка В арене манкикинга может тульту нажимать Фантомочку с Сильвером Грызть линию Против батруки неплохо стоит А манка душат в виде Когда у демон вышел Не успел настакать манкикинг заряды Буквально одной тычки не хватило И дал бы палку А три гонял с одной И парень Неплохо стоит против МК За счет того что у него армора много В отличии от других героев У него сейчас вот допустим 9 армора А там тем временем мы ЛТВ забрали на топе Приятный фраг Тролль получше бы смотрелся в виде против МК Да 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 Но тут проблема в том что МК добрали Ну да МК был после пикмута У Меркла все очень хорошо по фарму Но он по сути фрифармит на этой линии Конечно могло бы быть все лучше Если бы он убивал бы еще больше героев Но Это прям на жадничах Эта линия у него все действительно очень крутая В последнее время я замечаю что покупают чаще именно фейзы На фантомке Да и вообще на многих керри героях Неплохо так разорвали героя Жалко что МК вот пришел на бот А телепорт у него в кулдауне Получается он сейчас на мид прибежит без телепорта То есть вообще лакно выходить на мидере на боковые какие-то линии Когда у вас есть топашечка Чтобы потом тэпнулись и не отрывались от фарма Иначе он фраг не получил И просто туда сюда бегает Увидим сларка кстати в этой игре через барабаны Новая мета Стан на керри рашен барабаны Я думал кстати что я в своей жизни видел все Но вчера я увидел морфа с барабанами Вот это меня реально повергло в шок Интересно И как? По ощущениям Неплохо зашли? Ну в принципе неплохо Но все равно тратишь 1600 голды 1700 даже На барабанчике Ну 1625 Артефакты неплохие в барабанах есть Стояние частоты хорошие дают Но все-таки эти айтемы хочет покупать себе какой-нибудь оффлейнер Либо керри темповый Под диффуза А еще что-то демоны А пиди на МК прыгаешь Что ты? Интересно конечно Он мог тэпнуться Придеть на ветку И пойти за ШД Который потратил дизрапшн А у Сенкингаста он был в кулдауне еще секунд 6 Если не забрали БШД Вообще без проблем Насчет МК поступил Начал иллюзии бить Потом в песок Зашел сбил себе 3Dance Бывает Контроль баунтиром Десятая минута Сейчас будет И нужно забрать все баунти По максимуму Но смотрю я на Это Мипа Мипа почувал что что-то неладное Иллюзия Они думают что у нас тяще Нет Блер не спадает Да Молчисты Молчисты Могут и убить Может быть палку от МК дать Руби подходит Не успел Чуть-чуть буквально Не факт что забрали бы Там уже да он подходил Мипа очень хорош против тамбы Ломает тамбу реально быстро Унка один пухлому подбел Те ясно с ларк подошел нажимается выбрать это живое здраво прячет делают контент 10 6 и уже в принципе ситуация для мере кого и команда неплохая ну и как тебе ситуативное решение приобрести манту первым мать вам против не паря из даже изюми пути находят где-то в постах ты у тебя есть опция просто сбросить и тут же блин канулся в принципе неплохо ну в целом да ты вам неплохо ты можешь конечно купить бакабашку на многие подумают о том что бакабе же есть а зачем тем анда просто каждый раз к нам тебя врывается тратить бакабашку то уже это минуте она выпить секунд и плюс если ты покупаешь бакабе то проседаешь сильно по фарму там же сюда яши за ты хорошая в маньяша постик поможете купить просто какой-то в лайфстон я вот очень часто замечал что так делают вот какой-то счетовый допустим ты дракаешь хотя бойца наверно похоже будет чем топорик для фарма вместо щита наверно он положит все-таки себе яши есть на fight чисто теоретически сблазить с ломаном будет немножечко круче вот ну и чем плюс еще манты то что если вдруг на тебя напали ты можешь как-то развести иллюзии линия кушать пусть много не имеет каких-то колоссальных футов по ловкости но при этом все равно немножечко будет кушать и хорошо мант обычно собирают на тех героях которых есть секреты которые имеют большие статы по ловкости террор blade нога джиггернаут допустим если ты хороший критикал страйк имеется который работает очень часто артус ларк на рядом есть он даем двоякое впечатление от смотрим вот покрыши плохо сейчас ларку там был просто развитом на уходить а вот задумал красавчик он дай мне жалко дикей не замок шин там багаж замок что это хорошо это правильнее но в этой крепость мифу мне кажется можно было взять себе просто дикей в 4 ах я думаю имеется а почему-то прыгал на им а почему он арену не дал я тоже не понимаю они бы там вообще развалили вы их они прям в центре считаю что были ну да у него саблики еще нет то есть они бы выбежали с арены скорее всего при этом замедление от мира кубик подходил непонятно синтонга есть эпицентр который цели скорее сейчас будет его кастовать будет ли есть эпицентр есть дискорд у меня пока что блинка в итоге побегали побегали время потянули miracle для ми поэтаж плюс а он здесь это лову там подкачивается быть не плохо конечно это вышку забрать но они и ковырять очень долго будут нет пока что какого-то большого товар дэмиджа ну только если в пятером накинуться оттуда же волоса тот момент когда аска кастовал стан его бы драйвер схватил и получается лосов кулдаун пошло он его схватил даже звук был анимация была но при этом скинг выкопался с лоса что друг в курсе если вот есть олды раньше гримс даже доджили подкопом санкинга такой вот интересный схвал глимс а завтра я видел кстати хайлайтик такой я помню там на самом деле не сложно по полегче гораздо чем с манты у тебя примерно 0405 даже секунд на каст соберни вам дремо вообще просто надо манты 0 1 секунда чтобы задолжить нам батиме паре кстати подгрызнут бы драйвера или не подгрыз не добил его буквально 100 хп остается слушаем и погрессирует еще эх ясен футбол крит добивает оба дон бут райдера в итоге мимита выживает хорошо что мире колдоб не прыгал мало ли что не видит остальные героев он не видит санкинга парк только что на миде показался нужно фармить вот с манты будет реально попроще будет хорошо играть притянский бай авторитет как раз дпшка только откатилась векла зачем потрачен на это должен окончать по демону сперва хотя там не вот хоть больше скорее никого не закончить нужно уходить метку это руна иллюзии как же она байтила его взять и она табли по сеткой достал нажимается волоса на санкинга выброс он не подложил чем оба дон не крикнул от руна он не успел об этом не крикнул руна иллюзии к мысли ну да он почему юный взял с нашими и по хотел оставить вот так вот получилось неулачная большой вопрос почему бы дом но не снял санкинга себе повесил повесил щит потому что не ульта была пожалуйста не захотел поставить оба умрете интересно закупку трейдера файзы и быстро форста быстрый форсик в этой игре хорошая опять же против сладко который купил себе темпа в этом барабан хочет идти убивать а не получается против тебя есть форс который реально контрит тебя просто целиком и полностью при этом есть форс против него того же который нажимает сетку только хочет поставить вторую нажимается форсом сеткой мажет или не достает просто это реально круто это на под сейф при том что ты как бы корт но при этом этот артефакт тебе как встроенный смотрится на тебя да и манта стоял почти что готов последний спор дофармливает этот раз уже будет легче драки принимать по поводу огонь его фантомки вообще они не самый плохой но при этом опять же рождите его супер быстро смысла никакого нет основная фишка гонима то что у тебя при убийстве вражеского героя у тебя обновляются все способности и блюр с агонимной колдаун 12 секунд при этом не нет анимации то есть фантом как немножко замахивается потом к стоит блюр а так моментально вот уже за все способности и по сетке это важно то есть играя по ходу до зла дизраптора и первые способности которые тикают ты снимаешь моментально и скорее всего сетками по тоже диспелиться блюром с агонимом возможно агоним в этой игре появится от мириков не сетка вряд ли но наш манта снимается снимается щитом оба дома посмотрим какой огнем по твоему мнению самый худший из всех что вышли расскажи наверное парку этом плату из продумал что на лекану потому что многие уже знают да что волки на одной из трех патч спаунятся идут фара но при этом золото которое забирает волки она дается лекану то есть он в принципе к середине игры имеет очень неплохой гпм практически не фарм и поэтому этот агоним юзлаз он плохой но не самый худший я думаю что то планка это вообще дрянь навис пою забельный более чем надо пашку лучшая гоним как по мне на мк нормально можно собирать можно еще сказать на террор блейда что творит этот мир колпаком общаемся вообще сложку шансов не оставил выжить но то парке он такой он для лейтгейма его в ранней стадии особо не побудешь вот поэтому мне он и не нравится а так то по сути любой агоним очень хорошо лейтгейм если посудить вот реально каждый агоним будет приятен покупаешь а почему и нет если деньги есть на ты вопрос съел эффект устал да то есть на любом герое все абсолютные герои будут покупать себя гоним абсолютно на любом ну кроме может быть какой-нибудь легион команды огнем который может заруинить но да кстати много раз было есть персонажи которым просто не покупает силы того что загоним подруинит а так все герои абсолютно будут плате покупать мне справа показалось что террор блейд такой средний чок огоним но при этом ты очень быстро антира блэди фармишь слоты заканчиваются и агоним террор блэда дает возможность напугать врагов то есть страх отталкивание как удар пилов от альты нажимаешь метро то есть по сути тебя начинают фокусить фокусе ты нажал метро если пятом пока башка это в куба у недо или сандр от тебя все убегает при этом ты нажимаешь первый стол замедляя их они ничего не могут сделать не могут себя спуржить потому что они убегают под этим самым страхом то есть в принципе тоже неплохой агоним но покупать его конечно же никто не будет пока ты не купишь себе четыре слота на т.б. 5 слотов на т.д. возможно даже шесть слотов на т.б. с блинком забавно будет пофаняться ну да кстати а почему забавно слушай ну я их потому что бываешь просто агоним и blink и просто в толпу прыгаешь прожимаешь мету все кнопки а иногда погоним вином добрынки рвозит хорошая ну да я уже часто даже у нас в выпусках появлял появлялась и miracle собирал blink многие другие игроки тоже блин блин попали в дальнейшем просто чтобы сократить это 1200 дистанции на блинке блинка что еще 200 1200 да ты не покупаешь блин вместо потешки тревела у тебя лежат в интере это вот какой-нибудь на коне поздной стадии игры естественно прыгаешь нажимаю действительно мету при этом контролишь героя ну это это неплохо здесь на этот агонимыча продлевает в бкб что ты можешь сразу не нажимать бкб пока герои испуганы потом если не развернуться на тебя тут и кликнешь бы кбш по если нету ты скорее всего кого-то убьешь кстати нанете мага вот огонь и мне я сразу подумал что это лютая имба выдал героя куда он прибавляется к способностям но опять же раньше своих основных солдат и не купишь неплохо враги час камбэкают эту драку 3 выучил для санкинга и мирикл бэй бэкнулся счет не очень драка прям прошла он бы выкнулся драку чтобы помочь мк скорее всего мк очень сильно час обосрался прям сходил под себя так знатно он начал фокусить 1 мипа потом видимо все тени по в куче стояли с героями он начал фокусить другого мипа один раз он просто отменил себе тычку по итогу мипа которому оставался один удар выжил порегенился от своей пассивки и выжил это было очень плохо вот если бы мипа убили бы сразу может быть что-то и у них получилось там потом мереклс ббк бы пришел остальных на ковырял но как мы видим в итоге fight очень сильно проиграну камбэк 0 и хорошо не по сейчас имеет много кайфов блин катарел бэйд 18 левел и по станет сильным когда он обмен 20 себе когда купит себе еще один на этом какой-нибудь вообще взяли двадцать пятом 400 хп у него но miracle прям вынуждает сларка покупать себе мкб чем быстрее тем лучше своим следующим загубом мне кажется что мкб на спорте тут либо не появится либо появится очень не скоро потому что счет у него 07 6 асистов то есть ни одного фрага у него нету не диффуза пока что собирает 24 минута он до сих пор себе диффуз не может позволить за то когда 20 его загнобили его загнобили бодрайдер постоянно в него прыгает что-то не очень странно что у него такая плохая игра мне кажется может быть билд не тот же еще и бэйбэкался не мне судите лтв ну что игрок очень хороший судя по игре ноября помнишь мы с тобой записали он очень круто играет но может быть все таки билд не тот просто понятно что вот как говорят история не терпит составлять на наклонение то есть а если бы а было бы лучше то есть мы не можем это проверить но при этом по ощущениям все-таки может какой-то мидас и silver просто можно было себе бахнуть и все как вариант ну просто ты с мидасами очевидно быстрее фармишь чем с барабанами стоимостью этих артефактов примерно одинаковая ты покупаешь барабан чтобы подраться у тебя не получается принимать и таки но был расчет на то что они подмипа задавят не получилось поделать они думали что мипом засолит название для формы ролика не ну и конечно тихо-тихо то она набирает обороты но темп очень сильно проседает он тонко находится рядом с мипа при этом не имея бы вообще при этом форме просто с монтой с бфом не с дозволем она просто фармит с монтой при том что радианс еще не первым артефактом они действительно много на пашке у нее него на меркли дофармит ради там кстати будет silver от не паря следующим этому байбак этом к как мне кажется не сам удачным потому что там бы уже разбили арена уже неплохо арену прям могут зафокусить если это рел есть это рел магического дайте нет не даю очень вовремя микро начал отходить понимал что сейчас возможно его будет фокусить заходит в арену потому что манта клац произошел клац вот чтобы дима и меркл наверно очень хорошо контролил рубику не хватает часто дэмоджа чтобы рубика убить сладкая в итоге уже проиграли полностью файта жали неприятно веку очень долго жил если бы он жил бы все это время с радиком куда бы кликать скорее всего вынес бы еще больше урона вниз и может какие-то прокнули бы и вот это очень не хочется покупать пока башку прям вообще не хочется ну тут как бы что-то демон который тебя в бк башки твоей даже держит против него у тебя вроде как есть манта ну и плюс контроля в команде по идее хватает ради одного сын кинга ну короче такое он же решил такой билд делать в таком билде скорее всего после пара янса для него стоит баку башка ты узнает но посмотрим у сларка уже 2 500 лотарчик уже вот-вот появится хорошо он все время падает не парь под лайфстилом быстренько забирает рошана но они вроде как не успеют завтра не успеет от нас не сдавка прошу не успеет вообще бы трейдер начинает фокусе почему-то перестал бить рошу беже рошана о не до фокусе любит этот молодец за спейсинг круга уроку крит на 1000 сочный трогнул но что демон чуть потянул время задумал свободу он молодец но в итоге-то рошана не убили а потом без бэк там и сланка забрали и дизрабшин потрачу потрачен сын кинка пайт дизрабшин не по таймингу пристал кает на что-то у демона и чушь вы тут отстались то отстались отстались вот реально это слово минус рошан да мы уже почти наполовину побиты вот тебе и радианс вот тебе и ты сразу в роман на самом деле интеракция очень плохо смотрю на его тайминги и прям тем все очень плохо но у него 140 уровня нами по на при этом не хватит дэмэджа не кажется даже фантом по заберстить на это рел может себя сбросить случае чего верил все-таки в этой игре решил сыграть наверночка думал это будет такой елобилд покупаешь уже эти айтемы скорее всего бкб не будет но наверночку это правильного микро к стенамин записи топ-12 прикольный эффект уратика смотрится когда нам к покупает радианс а витариану и все слова творения фиолетовым светится заранее это красиво фиолетовая большая ну что самое время покушать немножко ну 50 секунд сварк в таверне как бы можно забирать от 2 вообще свободно еще и на т3 попытаться зайти хочу не могу драться у них все есть у ошибочка с чего так далеко делали нормально горит газу ульту активировал оба дону с одной кнопки а потом белого еще боковышка теперь есть на monkey кинге на боковышке мира класть и буквально 1900 колды но и должны сейчас пошить вышку должны забирать играл потому что 30 секунд герой без бэка небо со временем сплетят на боте но неудачно следить вот эти два саппорта сдохли конечно там вообще непонятно плату на сладкий еще лидер с ним что за купил себе чтобы бойцы и сын кингу вообще не надо было подкидываться на этот муфат сладко он темой слайд потратил но теперь без ульты да что не очень посыпались а сларк без ульты драться вообще не особо хочется идти там битра дара тп сбили драйдера форс кубауни но они не могут вопроса фокусе теме сейчас убьют повторно нам 80 минус эх нет ни минус вторая страна потому что 2 стоят если миракл тут был бы они скорее всего 2 закончили но уж не знал что то я даме по сдохнет это правда но изначально пипа нападал нога ним следующим артефактом вот такое приобретение интересное я конечно увидеть дамыч но косарик крит это неплохо по вражеским героем там уже нет супер плотных героев ларок статов искать без статов мипа тоже без статов мы поесть silver по таланту пробежимся 15 к урону на десятом левере вампирик на пятнадцатом хотя может быть в таком билде можно было взять себе прорывающий дэмэдж и попросить кого-то из команды собрать владимир вместо что ты берешь себе хотя она в основном берут именно вампиризм атаки снижают броню на 4 это тоже неплохо приду сдох дэмэдж но и кстати на двадцатом левеле вот талант у него есть левый умер к плюс 20 процентов к уклонению от блюра это против него очень неплохо против мипом против ликана какого-нибудь то есть подфиграют который никогда жизнь себе не купит мкб а если и купит то это будет абсолютно бесполезно те 3 клана его все равно будут бить с мясами рубик в лице с антинга начал инициацию там уже и терял точнее гост и у мипа и терял имеется неплохой артефакт и прожимается бкб ждал до последнего не прожимал мере контор факт ими попытается сэйвить себя терялом блин атрел конечно спасает уже какой раз жизнь и глупость подбойте если мы паре убили баунта без бака закончили бы точно уже шансов конечно мало что это сделать ну да умери планет бака башки они все-таки на верочку решили пойти в бак на что я где заканчивается да я где-то уже нет я гоним хочет себе следующим артефактом посмотрим плюс статы и полис выжимаемость плюс у него будет достаточно большой монополк будет из-за манты и аганима то есть каждый раз когда способность отмоляются там ваших повторно нажимать из маны проблем не будет потомки тоже аганим можно собирать но он далеко не перевоочередный также выбирать и для себя бака башка не нужно miracle моментально среагировал нажимает бб да ну когда крит и проходит у фантоновки там как бы знаешь против лома нет приема как говорится ну еще с бака башки может мне повторно украде ты убьет и поддержка нужно будет но скорее всего они будут ждать пока с к рестнице не будут нападать перекал просто на верочку тп и софта понимает что проигрывать не хочется эту игру уже игра которая скорее всего подошла к завершению и больше забыть ловить кого-то но тут все потопились ска ним готовы смирила эти я вот давно не интересовался этим насчет шаду демона и его ульты он включает пассивки или только с агонимом отключает пассивки не играл в ней игроки на шаду демоне никого знает на читать если он включает то пассивки без агонима то это швачаем вопрос он тонкий ульта висит очень долго проходит сквозь бака башку ну что конца ролика я эту информацию тебе изобретелям и себе самому вам скажу пошли кстати не паря опять атериал но это его не спасает и 109 секунд но это все пилешечка как раз отправлюсь папороты еще за счетом суда демоном ну давай шива следующим артефактом страде он сам очень часто появляется просто армор vision замедление атаки ну и прочими пряли кому очень хорошо минус вышка и враги мне интересно будут сопротивляться или все это враги по моему уже все отдают эту карту начинается лютая грязь прям под фонтаном драка опять лассо сладко всю игру все лассо просто сладко прилетает он сильно подгорел с этой игры захейтил его батрайдер ну игра принципе подходит к своему завершению сейчас посмотрим что у нас там получилось по статистике матча а я уже могу отдать ответ на вопрос что что демон только с агонимом отключает пассивки поэтому не становится три заряда на ульте агоним был бы очень хорош в этой игре фонтанка бы не критовала и пассивка бы я не работал на миссы да ну что даудим и несложно конечно на фармите агоним ну то да спасибо всем за просмотр всем пока агоним